добро пожаловать на канал harddress info друзья это устройство nokia 8.3 5g это достаточно интересный аппарат должен быть нам его прислал nokia только сказала что заранее поклеила защитное стекло я не знаю зачем но очень приятно посмотрим что в коробке я ее еще не открывал она сзади разрезана пленочка но посмотрим посмотрим что из этого будет я ни разу еще не распаковывала телефоны nokia вообще это моя первая распаковка nokia и я рад что она началась именно с этого телефона потому что раньше у них телефоны я во всяком случае видел только не очень хорошие и переоцененные в плане цены но здесь такого быть вроде бы как не должно он стоит до 600 долларов то есть 580 его стартовая цена у жадных барыг можно найти за 600 но в скором времени уже можно будет и его найти и за 520 за 500 долларов в магазинах и на самом деле аппарат мне кажется будет достойным внимания во первых давайте смотрим у нас написано что два ли два года у нас будет обновляться android то есть если сейчас он вышел двадцатом году он либо сразу на одиннадцатом либо еще на десятом если сразу на одиннадцатом значит он будет получать апгрейда android 12 и 13 если он сразу на десятом значит апгрейда android 11 12 и это на самом деле очень сильно привлекательно потому что я так понимаю здесь android вам поэтому по этой лицензии у них и 2 2 2 годовая поддержка скажем так давайте посмотрим что у нас сзади ну во первых что мы видим в принципе все характеристики у нас сразу же здесь можете поставить на паузу все посмотреть кстати увидеть вот android 11 3 диван походу он сразу с 11 android а это великолепно курвью за из аптек 64 мегапикселя основная камера супер пиксель ультравайт 2 мегапикселя макро абсолютно бессмысленный модуль бесполезный 2 мегапикселя измерение глубины резкости тоже абсолютно бесполезный модуль на заставили заплатить за ничто fr 64 мегапикселя принципе рум про grand angel бог ты мой что-то такое я не совсем понимаю что это обозначает но кстати а я понял потом разберемся и здесь снимать и capture and editor у нас своя здесь фишка своя технология типа но мы еще разберем я посмотрим pur display with pixel works вижу процессор великолепно у них короче они прокачали картинку это достаточно интересно позу аудио то есть у нас здесь прокачанный звук на этом телефоне вот видите теперь уже это телефон достаточно интересно мы видим что здесь есть какая-то какое-то внимание к мелочам внимание к экрану даже не к мелочам а очень важная функция на которая многие производители не обращают внимание то есть они здесь говорят что прокачали звук прокачали экран прокачали видеосъемку два года апгрейдов как я говорила 765 g snapdragon который великолепный просто на ближайшие два до трех лет его будет хватать с головой и больше что кроме того ну кроме того пока что ничего не понятно посмотрим дальше и так открываем коробочку не дико интересно увидеть запечатаны ну что не забыли поклеить стекло и так что мы здесь видим ухты google ван шейда как я и говорил они сразу с лицензии google ван тут и распространяется под этой лицензии google ван нам предлагает 6 месяцев 100 гигов облачного хранилища ой вот не знаю конечно насколько это хорошее предложение они пытаются нас сейчас они пытаются нас посадить на свою иглу то есть 100 гигабайт так много на самом деле а учитывая то что встроенной памяти на этом устройстве не так уж намного чтобы вы понимали 64 есть 128 и у нас версия посмотрим в принципе у нас написано даже какая версия посмотрим это тоже настройка она эти проверим может здесь будет нет не написано какая версия на коробочке что очень странно но посмотрим настройках телефона окей хорошо это достаточно интересно они все-таки есть 828 здесь 8 гигабайт оперативки 128 гигабайт встроенной памяти и 100 гигабайт на полгода нам предлагают google ван но фишка в том что если вы не будете после полугода платить за google ван вы не будете иметь доступа к своим файлам на google и как я говорю это игла если вам телефон предлагает микрос вернее слой для микро сети карты лучше им пользоваться он предлагает поэтому можете себе купить на 500 гигабайт быстрый слот сиди карты и все и пользоваться просто 600 625 гиговым хранилищем да это если карту памяти вы не пожмотитесь и заплатите за нее больше потому что если заплатите мало тогда телефон будет лагать с медленной картой памяти это я думаю всем известно к сожалению они нам не говорят какой формат памяти в телефоне используется хорошо это вообще в принципе не важно знать хоть на самом деле это важно знать это нереально важно знать потому что ну вот какой формат памяти здесь а какой формат оперативки lpdr 4 или вообще 35 очень вряд ли вот не поверю что здесь 5 но очень вряд ли что здесь стоит ну возможно что здесь 4 а вдруг здесь 3 3 и это будет лагучка все-таки стекло поклеено кстати практически не видно и очень хорошо поклеено стеклышко вот такая вот ноги кстати очень красиво нереально хорошо и красиво выглядит и где же здесь вот в кнопке питания у нас сканер отпечатка пальцев что кстати очень хорошо слот для сим-карты и карты памяти находится справа в самом верху интересное расположение а по левой стороне у нас я так понимаю кнопка вызывай ассистента что не самое лучшее решение но поскольку это если не за google one у них должно было быть что-то такое окей хорошо итак смотрим у нас здесь крепочка для того чтобы открыть слот для сим-карты и карты памяти и внизу какие-то пару бумажек валяются разбросы так здесь у нас что-то есть у вас наушники боже это ностальгия по нокиевским наушникам вы что вы что великолепно у нас нокиевские дешевенькие обычные самые наушники для старта в принципе неплохо что они есть и зарядные блога зачем здесь нужно нужен зарядный блок а затем чтобы заряжать четырех с половиной тысячи тысячную батарею да здесь четыре тысячи с половиной миллиампер аккумуляторная батарея и зарядка у нас должно быть 18 ватт на во всяком случае поддерживает 18 ватт наш телефон но зарядка до зарядка сама тоже на 18 ватт можете убедиться надеюсь вам будет видно вот собственно здесь написано что 18 ватт 80 ваттная зарядка это не быстрая зарядка вообще считается как бы быстрой но не очень даже с конкурентами с таким же процессором можно было уже поставить более быстрые бы бы быструю систему заряд зарядки лишь телефон на самом деле стоит не дешево но и дорого поэтому это даже очень интересно хорошо посмотрим что дальше мы это у нас упакуем обратно все больше в принципе в комплекте ничего нет да в принципе если так по-честному то ничего нам и не нужно гугл манс гугл ван шесть клуб окей хорошо кстати если что если кто не знал гугл фото раньше предоставлял безлимитные хранилище на фотографии могли сколько хотите хотите фотографии загружать сейчас уже лафа закончилась и больше так делать нельзя вот давайте запустим наш телефон давайте поговорим еще раз про камеры потому что мне кажется это того стоит еще раз у нас 64 мегапиксельный основной модуль ой вот эту вот основной 64 мегапиксельный модуль он должен быть очень хорошим 64 мегапикселя не могут быть плохими если накатить сюда google камеру тогда в raw формате можно снимать и фотографии будут получаться лучшее просто которые только могут быть потому что и после минимальной обработки raw кровь фото в raw не может уступить никакому никакому айфону и другому телефону потому что робот и raw 64 мегапикселя это 64 мегапикселя любая 64 мегапиксельная камера в raw будет лучше чем 40 мегапиксельная либо же 18-24 мегапиксельная вот кроме того у нас конечно же эта камера поддерживает здесь здесь aptX hdr это технология толком не знаю как она работает потому что никто толком об этом не говорит говорят что просто у нас есть такая технология что она делает в принципе кому какая разница наверное так и не считает кроме того у нас 12 мегапиксельные ультра ширик но тоже его посмотрим ну и как я говорил два абсолютно бесполезных модуль это двухмегапиксельный макро здесь у нас есть 64 мегапиксельная основной зачем нам двухмегапиксельных макро ведь если мы сфотком что-то на 64-мегапиксельный модуль и приблизим это будет гораздо лучше чем если мы что-либо сфоткаем двухмегапиксельных модуль 2 мегапикселя, блин, это же Nokia Наверное, они из Nokia 3300 просто вытащили Я не знаю, 3130 Express Music Вот оттуда 2-мегапиксельные модули И то там был 5-мегапиксельный модуль Вроде бы Походу оттуда вытащили модули и сюда вставили Потому что не допродали Окей Миниджек USB Type-C Кстати, USB Type-C не написано тоже Нигде, ни на ком сайте Какого формата Но умельцы С XDA Developers Проверили и сказали, что здесь USB-C формата 2.0 То есть не быстрый USB Type-C Вы не сможете быстро передавать данные С компьютера на телефон, с телефона на компьютер Потому что здесь самый обычный 2.0 Ну, в принципе, в этой ценовой категории Это не новость Просто зачем они это скрывали, непонятно Есть NFC GPS Ловит Самая последняя BDS технологии То есть это великолепно Это просто шикарно, я бы даже сказал Ну и Bluetooth поддерживает все самые нужные кодеки 5.0 Ну, ясно делает Он сам 5-й А 2DP поддерживает EDR и LE Ну и Wi-Fi 82-й Это понятно То есть это не новость Ну что ж, давайте я проведу первоначальную настройку устройства И вернусь к вам через мгновение Ну что ж, вот так вот очень быстро прошла первоначальная настройка этого устройства Что очень большая редкость для телефонов Android И что интересно Мне не разрешили пропустить экран настройки пароля блокировки Это действительно странно Потому что обычно Интеграм пропустить можно Но не в этом случае Блокировка у нас по лицу присутствует Но также у нас не было возможности При первоначальной настройке Выполнить разблокировку по отпечатку пальцев То есть нельзя было настроить отпечаток пальца Это странно Надеюсь, что он работает Мы это с вами сейчас обязательно проверим Итак, входим в безопасность Отпечатки пальцев Пароль наш подтверждаем Добавить отпечаток пальца Продолжить Давайте попробуем настроить Я очень сильно надеюсь, что он быстрый Вообще расположение Очень быстрый сканер Кстати, вот смотрите, насколько быстро он сканирует мой палец Это просто что-то нереальное Это просто невероятно Готово, готово Блокирую Ну Да, разблокируется великолепно, очень быстро Вот, то есть блокируем Да, хорошо Очень хорошо срабатывает сканер Плюс ко всему есть разблокировка по лицу Вот так вы смотрите Бац По лицу разблокировали Можно разблокировать тоже телефон И это даже неплохо Очень даже хорошо Ну, что ж Пока что он оставляет только Положительное впечатление Что мне интересно Это яркость экрана Экран достаточно яркий Причем, опять же Нигде у них Не было сказано На сколько нит Сколько нит яркости У нас дисплей И, к сожалению, пока что никто не проверил Поэтому сказать вам не можем У нас средств замера нет Но знаем, что это IPS-матрица Причем Что характерно Давайте вам покажу Нужно что-то белое открыть Просто белый А, ну, в принципе Хрома, думаю, будет достаточно Если мы сделаем скриншот Так, у нас так делается скриншот Итак, делаем скриншот Выходим Итак Вот, что очень важно знать Я сейчас подниму, чтобы вам показать Потому что это болезнь Очень многих LCD-дисплеев У нас здесь Есть небольшая проблема Видите, у нас Вокруг камеры Вокруг камеры Есть такой Немного фиолетовый Ореол Который, собственно, является Причиной того Что был врезан Была врезана камера В дисплей Также На закруглениях Экрана Вот здесь Вот тоже видим Такие фиолетовые Немножечко Дефекты Это Абсолютно Постоянный Дефект LCD-дисплеев На последних Телефонах Не самых дорогих Почему он выступает Я не понимаю Почему раньше Не было этих дефектов А сейчас они есть Почему на телефонах Которые раньше выходили Вот таких вот проблем Не было И сейчас они вдруг Решили появиться Ну, то есть Это действительно странно Посмотрите По углам У нас Ну, действительно Видно Неравномерная подсветка Кроме того Еще в местах Она фиолетовая То есть другого цвета Розовая какая-то Не знаю Это действительно так И в принципе Наверное В глаза Оно не бросается Но если присмотреться То видно Очень хорошо Так Что ж Давайте продолжим Осмотр телефона Ну Белый цвет Действительно белый Это радует Потому что Это достаточно Нечастое Да что там Достаточно Это весьма Нечастое явление На сегодняшний день И действительно Хорошо Что белый Здесь действительно Белый Вот Как-то так Получается Кроме того У нас Минимальная яркость Действительно Минимальная Вообще Практически Ничего не видно Но опять же Это плюсы LCD дисплея Если у вас Минимальная яркость Либо же Неполная У вас глаза Болеть не будут Как от Матрицы OLED Если вы Выкручиваете Яркость на середину Либо же На чуть меньше Максимальный У вас Будут начинать Болеть глаза Либо же Просто раздражаться Начнетесь Это Проблема Действительно Такая проблема Что у нас Темная тема Есть Ночной режим Обычный Короче Самый обычный Чистый Чистейший Android Но Есть какие-то Свои фишки Pure display Динамический режим Автонастройка Света Контрастности И яркости В соответствии С вашими использования Это что-то интересное Смотрите Это по типу True tone Только Оно влияет На абсолютно все Контрастность Яркость Это интересно Очень интересно Нужно будет Посмотреть Как она работает И обязательно Свои рефлексии Передать Вам SDR В HDR Ничего себе Преобразовывать Содержимое SDR В качестве HDR Ну это что-то Должно быть Вообще великолепное Это вот Прямо Заставляет Сказать Ну круто Круто Только надо Чтобы оно еще Работало Конечно же Пока не знаю Как это Адаптивная яркость Режим Понятно Пока что Понятно Давайте посмотрим На версию Android Так У нас Наверное Система Дополнительную В обновлении Android 10 У нас Давайте проверим Обновление Возможно У нас Найдется 11 Потому что Если он Сейчас на Десятке Он Обновится 100% На 11 И Вероятнее Всего На 12 Потому что Ну в принципе 11 уже Достаточно Давно Существует И на момент Релиза Этого телефона Это был 19 марта Уже 11 существовал Поэтому Почему У нас Еще Не 11 Я Толком Не знаю Но скорее всего Скоро Обновление Как будет Давайте Посмотрим Еще раз Установка Продолжится Ну у нас Пришло Обновление На только Security Патч На 5 Мегабайт То есть Здесь Нет Никаких Это не Обновление Системы Итак Ну давайте Последнее На что Хотел бы Посмотреть Это Камера Потому что Она здесь Должна Быть Действительно Интересной Во-первых Проверяем Нет Ого Ну во-первых У нас Необычная Андроидовская Камера Что очень Радует Есть Какой-то Режим Кино В режиме Кино Запись Идет С частотой 24 кадра В секунду С пропорциями 21 к 9 И разрешением До 4К Запись В формате H-Log Позволяет Лучше Контролировать Экспозицию И стиль Финального Видео Слушайте В H-Log Снимает Это хорошо Режим Видео Продает Вам Больше Творческих Возможностей Ну естественно Больше Давайте Далее Формат H-Log Вот они Говорят Что это Такое Слушайте Если он Снимает В H-Log Это Страшно Потому что Почему Другие Не снимают В H-Log Выберите Формат H-Log Чтобы снимать С большим Динамическим Диапазоном И захватить Больше Деталей Световых И темных Участков Кадра Формат Log Дает Вам Больше Возможностей При монтаже После Съемки Световых Короче Это Как Режим RAW Для Фотографий Только Это Для Видео Обязательно Включаем H-Log Редактор Кино Редактируйте Видео В режиме Кино В галерее У нас Редактор Видео Есть Ребят Благодаря Аноморф Аномофотным И синим Бликом CS Ваши кадры Будет выглядеть Как профессиональная Запись При работе В формате H-Log Ну конечно Здесь CS Optics Как Ходить Так Называйте Слушайте Вот Теперь я понимаю Что этот телефон Действительно Со своими Фишечками А значит Он с душой Вот Это Мне уже Нравится При работе В формате H-Log Использование Разных Таблиц Лут Позволит Создать У нас Можно Лутать Телефон Сразу То есть Лутать Видео Сразу То есть Можно Сразу Набрасывать Фильтры В галерее Это Круто Круто Вот Я не могу Найти Ни одно Нормальное Приложение На Андроид Чтобы Можно Было Фильфер Набрасывать На Видео Чтобы Можно Было Делать Свет Корт Хотя Б Уже Каким Готовым Лутом Я Нашел Приложение Сейчас Покажу Вам Как Называется Видите 3D Лут Это Приложение На своем Телефоне Я его Скачал Установил Из Плеймаркета Практически Бесплатное То есть Там Есть Бесплатные Луты Ну Там Есть И Дефолт Где Ты Сам Можешь Выкручивать Кастом Вот Но Здесь Это Есть И Встроено В Галерею Это Линии Прекрасно Итак Ну Слушайте Это Конечно Выглядит Интересно Вот Наш Cinema Режим Чтобы Вы Понимали Чтобы Вы Понимали Как Это Выглядит Вот Смотрите У нас Интерфейс Камера Немножечко Меняется Вверху Мы Видим Значение Так Вверху Мы Видим H-Log Значение ISO Ну Ефол Понятно Количество Кадров Секунду И Я не Понимаю 2К Ага 2К Запись Так Что Мы Можем Поменять Что Мы Можем Поменять 2К 24 2К 24 50 Мегабит О Ну Слушайте Слушайте Вот Это Я Понимаю Профессионально 4К 60 60 О Боже мой 4К 24 60 Мппс Ну Слушайте Это Хорошо Так Можно Включить Сетку Хранилище Можно Выставить Карту Памяти Если Она У Вставлена Разрешение Видео Мы Выставили Формат H-Log Включен Окей Что Это Такое Это Микрофон Подавление Ага Подавление Шума Ветра Интересно А Это Что H-Log Одна штука Ну Хорошо Это Режим Профессиональной Съемки Кино Теперь Давайте Вот Это Наша Картинка Боже Это Наши Видео Выглядит Интересно Смотрите Смотрите А теперь Мы Нажимаем На Кнопочку Редактировать Цвет Просто Редактировать Выбираем Редактор Кино Разрешаем Слушайте Сразу Цвет Можно Настрой Обалдеть Вот это Я называю Обалдеть Это Конечно Выг Слушайте Можно Лутать Видео А есть Какой-то Кастом К сожалению Нет Блин К сожалению Здесь нет Кастом Он Был бы Кастом Был бы Чешок Вы Понимали К сожалению Нет Кастом Лута Точнее Просто Чтобы Можно Было Самому Цвет Кор Настрой Идет Экспорт Уже С Выбранной Цветовой Цветовым Диапазоном Скажем Так И теперь Это Видео Уже Можно Пострелить Можно Добавить Блики С Только Формат Видео Ищлок Не Поддерживать Блики С Понятно Окей И так Теперь По-человечески Выглядит Это Видео Сейчас Причем С хорошей Стильстикой Вот это Я понимаю А почему Другие Не додумались Вопрос Сони Сони В чем Дело Вроде Бо Это Твой Удел Делать Такие Интересные Фишки Есть Какой Ночной Режим Портрет У нас Портрет С Китайской Штукой Здесь CS Modern Это Ага Для Размытия Прикольно Слушайте На камеру Они поставили Упор CS Viral CS Smooth Боже мой Слушайте Это Обязательно Нужно будет Испробовать Обязательно Он Блики Превращает В сердца И В остальные Штучки Это Действительно Прикольно Так Ну Конечно Сейчас У меня Испробовать Это Возможности Нет Потому Что Я Просто Сижу В студии Но Боже Это 24 Мегапиксельная Селфи Камера Она Делает Своё Дело Она Действительно Делает Своё Дело Здесь А Я По-моему Еще Не Говорил Здесь Фонаталка На 24 Мегапикселя Вы посмотрите На качество Этой Фотографии Вы Боже мой Что у меня с глазом Опять Ладно Не важно Но вы посмотрите На качество Этой Фотографии Она Действительно Прекрасна Свет На меня Не светит То есть Он Я не знаю Откуда Он Словил Камера Вернее Свет светит Только Исключительно На стол Сзади Еле-еле Видно Паралончик Это Ну В принципе Наверное Нормально И Прекрасно Обработанный Свитер Прекрасно Но Это Да Это Вот Уже Хорошенько Заметно Так Фото В обычном режиме У нас Ничего Толком Нет HDR Есть Ведяной Знак А почему Нет Формата Если Они H-Log Смогли Сделать Добавить В камеру Почему Не смогли Добавить Рову Вот Объясните Вот High F Они Добавили High F Значит Row Они Не Добавили Вопрос Как И зачем И почему Может быть Так Можно Будет Да нет Слушайте Это Странно Ладно Не важно Прямой Эфир Настройки Учетной Записи Ребята Можно проводить Прямой Эфир На YouTube Я не знаю Зачем Это Но Это Круто Ладно Хорошо Ребят Короче Как видите Телефон Действительно Какой-то Интересненький Давайте Посмотрим Покопаемся Может быть У него Еще Будет Что-то Интересное В настройках Bluetooth NFC Здесь Ничего Необычного Приложение Уведомления Батарейка Adaptive Battery О Кстати Интересная Технология Ну Это Чистого Андроида Конечно Технология Она Есть По дефолту В телефонах Андроид Десятого Поколения Местоположение Вряд ли Безопасность Smart Lock Ну Это Smart Lock Бесполезная Штука Смотрите Я на своем Телефоне Тоже Случайно Включил Вообще Просто Не понял Как она Работает Физический Контакт Если Вы ее Включите Да Это Такая Стремная Штегенция Смотрите Вот у меня Телефон Сейчас Он у меня В руках Но А вот Тут он нормально Не работает Кстати Ну и хорошо Потому что Функция Страшна А ну Подождите Если я Сейчас Ага Ну Давайте Разблокирую Только Этим пальцем Надо Вот Все таки Она заработала Смотрите Видите Smart Lock Как работает Телефон У меня В руках Да И пока Он у меня В руках Он не заблокируется Да Пока что Я его держу В руках Я нажимаю На кнопочку Блокировки И он Сразу Разблокирован Да Причем Это не тем пальцем Который С отпечатком То есть Видите Не распознан Но телефон Разблокирован То есть Им можно Пользоваться Но если Я Телефон Возьму И поставлю На столик Подожду Пару секундочек И тогда Уже Его начну Включать В теории Он должен Быть заблокироваться Но работает Точно так же Галима Как и у меня На телефоне Вот собственно И не блокируется А чтобы заблокировать Телефон С функцией Смартлок Вы должны Разблокировать Нажать на замочек Во всяком случае Так мне только что Было сказано И он должен Был заблокироваться Но собственно Он этого не сделал Почему? А кто его знает? Поэтому Эта функция Бесполезна Советую вам Ее выключить Это небезопасно Вам не нужен Тогда пароль Если вы Вот так Оно должно работать Вот Если что То берешь И отпечатком Разблокируешь Смартлок Не включайте Он вас попросит Включиться Несколько раз Так Шифрование И учетные данные А они кстати писали Что они поставили Упор на безопасность Зашифровать данные Данные зашифрованы Тип Хранилище аппаратное Надежные сертификаты Короче Ничего тут особенного нет Агенты доверия Ну слушайте Ребят Телефон Получился достаточно Хорошим То есть У него реально Вот чистый Чистейший андроид Не ванпласовская Подделка На чистый андроид Да Которая на самом деле Обычная ColorOS Только Выглядит как Чистый андроид Да Вот посмотрите Вот Это похоже По вашему На чистый андроид Да нет конечно Это близко Не чистый андроид Ну что это Что это Не чистый андроид Ну ни капельки Да он выглядит неплохо Но это не чистый андроид А здесь Вот действительно Чистый АОСП Такого андроида Даже на пикселях Нет Так что Ребят Телефон Действительно Хороший Брать или не брать За такие деньги За 600 баксов За 600 наверное Не нужно Но за 550 Скорее всего Уже можно брать Потому что Телефон Достаточно интересный А с камерными Фишками Ну да Учистите Что здесь модуль На 64 мегапикселя Это значит Что вы в любом случае Можете скачать Google камеру А если вы скачаете Google камеру То в RAW формате Да боже Lightroom себе качайте Какую-то Какую-то старую версию Где еще не нужно было Платить за подписку Чтобы фотографировать В RAW Берете Устанавливаете Какой-то старый Lightroom Фотографируете В RAW Сразу же в нем Вытягиваете Цвета Прекрасно Чтобы работать Ну вот и все Ну либо же просто Покупайте Lightroom Из Play Market Подписочку Чтобы все Хорошенько работало Главное Не обманывайте никого И не пользуйтесь Взломанным софтом Потому что Потому что Это просто Не классно Вот друзья мои Вот мы и пришли К тому моменту Чтобы попрощаться Телефон действительно Вышел интересный Я от Nokia Не ожидал Что прям вот так Вот я знал Что это Должен быть Необычный Телефон Потому что У них дела Как известно Идут не очень хорошо Настолько не очень хорошо Что они сейчас Полностью Создаются И делаются В Китае Вот полностью Made in China Раньше хотя бы Писали Что не China А сейчас Уже China Полностью Они полностью Перенеслись в Китай Они Делают Уже то Что делают Все Добавляют Два бессмысленных Модуля Ну Как-то так Но все равно Но что-то Своё Они смогли Сделать И Отличающийся От других Телефонов Мне кажется У них Получился За время Использования Вот такого Не особо Интенсивного Телефон Достаточно Сильно Нагрелся Но Для 765 Snapdragon 765 G Это не новость Он нагревается Немножечко Как и 845 Как и другой Флагманский Snapdragon Если нет Какой-то прокачанной Системы Охлаждения А её ждать В принципе Не стоит Потому что телефон Не игровой Хоть в абсолютно Любую игру Можно поиграть На максималках Учтите это Но телефон Не позиционируется Как игровой Поэтому Здесь экран Не суперчувствительный Это сразу заметно Ну во-первых IPS экран Не может быть Прям вот супер Суперчувствительным Но он действительно Не суперчувствительный Это заметно Он не суперяркий И Конечно же Он ни в коем случае Не 90 герцовый И не 120 герцовый Здесь обычный 60 герц экран Что ж друзья А теперь На самом деле С вами прощаюсь Я надеюсь Это видео было Информативным для вас Это был такой Полный Первый обзор Который вы только Могли увидеться В своей жизни Это был самый популярный Канал на ютюбе До скорых встреч До свидания Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok